Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители! С вами Вячеслав Котляров, Харькове, 9 часов 28 минут, 24.07.2016 года. Ролик возник относительно спонтанно, потому что сегодня ночью познакомился и пообщался с замечательным человеком, зовут его Олег Кныревич. Вот, мы побеседовали, я вообще хотел более масштабное, так сказать, повествование записать. Ну, скажем так, с точки зрения математики он очень доходчиво все раскладывает. Мне, вы знаете, не принципиально это математика, я как человек, смотрящий на наш мир немножко в иной парадигме, считаю, что первоначально образы нужно донести, а уже из образов можно строить, как говорится, и вселенные, и города, и пирамиды. Вот, так как с точки зрения технического плана мне пока не удается записать совместно вместе с Олегом видеоролик, я решил самостоятельно записать ролик, который не сухие цифры приведу, а именно визуально наглядную демонстрацию тех или иных вопросов. Когда мы с Олегом беседовали, там, получается, он демонстрировал большое количество всевозможных скриншотов, выведенных именно на бумажный формат. Ну, я немножко посидел и решил записать с помощью монтажа небольшой свой ролик, чтобы визуально показать те или иные моменты, связанные с нашим чертогом. Значит, те, кто жаждет новых знаний, пожалуйста, получайте. В нашем чертоге три Антарктиды, и сейчас я вам объясню, как они выглядят и что из себя представляют. Без вектора тут нам не обойтись, поэтому обратите внимание на наши соты замечательные. Вот, тут мы, тут новая Швабия или Шамбала, да, а тут Агарта. Так, значит, что мы опять рисуем вектор. Коса криво, лишь бы живо. Вот, тут опять мы, Швабия, Агарта. Дальше. Наши вектора замечательные. Показывают все в полноту нашего мироздания. Вектор присутствует у нас везде, где можно и где нельзя. Ну, вообще, все вектор. Вот. Сейчас я попытаюсь схематично... Я создавал этот ролик. Вначале долго его монтажировал. Сначала нет, я вначале его записал. Лишние там переходы монтажом поубирал. А сейчас просто предпринимаю попытки сверху голос приклеить к видеозаписи. Ну, вот опять наша сота. Тут уже не коса криво, лишь бы живо. Тут уже я буду стараться выводить все художества в надлежащем виде. Чтобы максимально картинка была удобоваримая. И смотрим. Вот вверху мы. Слева Ш. Право А. Почему я так много повторяю в ролике видеоизображения? Дело в том, что когда я его заготовку делал, я на тот момент не предполагал, какой будет сверху выйти текст. И поэтому ролик рисовал как мог. Вот мы приблизим максимально соту. Каждой соте у нас есть вектор. Вот. Мы разглядели этот вектор. Мы его сейчас выведем в наглядность. Ну, то есть поняли, что я как бы когда... Я же говорю, что текст еще не был записан. А видеоматериал делал наперед. Почему Агарта, дальше в ролике будет понятней. Хоть там и используется Либерия. Но это уже как бы те названия, которые... Вот мы теперь видим Агарта. Почему? Справа будет Агарта. Ну, вообще, даже если названия коренных жителей этих соседних наших ячеек другие, то это не принципиально важно. Главное, что, как видите, одна Антарктида опоясывает нас, вторая Шамбалу, третья Антарктида опоясывает Агарту. То я читал комментарии, ну, люди, конечно, смотрю книгу, вижу фигу. Человеческим языком объяснил. Вид сверху соты. Нет. Мне это напоминает, знаете, как это... Мама сказала сметаны, а деньги, а деньги в бетоне. Вот это те, кто пишут, что полая земля в разрезе. Вот это вас мама в магазин послала за сметаной, да? Вы приходите, вам продавщица сметаны наливает. Говорите, мама сказала сметаны. Ну, продавщица налила сметаны в бидончик, да? Говорит, а деньги где? А деньги в бетоне. Ну, вот вы точно такие же, кто там пишет, что земля в разрезе. Вы ее видели, эту землю в разрезе, лично? Я вот, допустим, вид сверху видел. Вам рассказали, а мне показали. Разницу слышите, чувствуете? Да и физики, алло, физики, вы где? Что вы про вектор скажете? Ну, вот земля в разрезе, тоже неплохой вариант. Я понял, что вот, оказывается, на видеоряд тяжело голос накладывать. Мне проще было наоборот всегда делать. Вначале я пишу голос, а потом уже сверху голос корректирую визуальным подтверждением. А получается, что очень много у меня пробелов и очень мало информации. Ну, главную основную информацию я донес. Кстати, вот этот вектор, это как бы три кита в своем роде. Тоже помимо вот этих трех, которые нашу соту разогревают снизу. Ну, как видите, все замечательно в нашем мире устройстве. То есть, под каждым таким ромбиком свой кит. Ну, три кита. Один кит под нашим ромбиком, второй кит под соседними. Карта достоверная. Фантазировать не стоит. Получается, что соседняя швабия нам, как говорится, очень близко от физики. Как вот я общался с одним физиком, вы помните? Я у него спрашиваю, откуда вы знаете, как мир наш устроен? Ну, вы знаете, были мореплаватели, они нам карты сделали. И благодаря этим картам мы узнали. То есть, вы не проверили лично, вы не убедились, вы ссылаетесь на каких-то там мореплавателей, на каких-то там Колумбов. Ну, вы знаете, что Колумб плыл не открывать Америку, а он плыл уже, зная, что Америка существует. Да что там? Ой, физики это, ученые. Ученые учтенные. Это, конечно, хоть стой, хоть плачь. Ну, вот такой люди задают вопрос. Часто вопросы, куда писать? В YouTube? Или куда-нибудь там на почту? В Одноклассники? Ну, если честно, я знаю, что это не остановит, вопросы люди будут, но, честно говоря, вопросы лучше вообще никуда не писать. Вот, вы понимаете, что вот я вот, как бы, мне не представляет никакого интереса отвечать на вопросы, особенно 90% вопроса, я не знаю, для чего мне их задают. Вот сегодня человек мне ночью позвонил, и мы с ним пообщались и обсудили. Под финал его подкорректировал, то, что сейчас вам показал. В отличие от меня, он просто много, большое количество цифр приводит. Я, правда, не знаю, ну, как бы, есть, конечно, люди, которым цифры нужны, там, как они, доказательства. Так, вопросы им вообще желательно никуда не писать. Ну, пишите, если... Если вот человек взял, позвонил, все, задал вопрос, как правильно подать ту информацию, которую я вам подал. А вопросы, мне приснился сон, и правильно ли я во сне увидел инопланетяна или нет, их много приходит, но... Но это, конечно, понимаешь, что никуда от этого не деться, ничего страшного. Я так обозначил несколько тем, если все будет хорошо, запишу. Поэтому с вами не прощаюсь надолго. Несмотря на это, с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо большое, что слушали меня, слушаете меня. Спасибо вам за внимание.